Балансировка по грунту может выполняться тремя способами. Сначала рассмотрим процедуру автоматической балансировки. Выберите участок грунта, в котором заведомо нет металлов. Нажмите и удерживайте кнопку включения балансировки и двигайте катушку вверх и вниз в диапазоне от 15-20 сантиметров до 3 сантиметров от земли. Продолжайте процедуру, пока не услышите звуковой сигнал, означающий окончание балансировки. Полученное значение баланса грунта появится как на LCD-дисплее, так и на цифровом дисплее на рукоятке. Ручная балансировка по грунту. Нажмите и отпустите кнопку балансировки по грунту один раз. Двигайте поисковую катушку вверх и вниз в диапазоне от 15-20 сантиметров до 3 сантиметров от земли. До 3 сантиметров от земли. Если при движении катушки вверх звук становится громче, это означает, что установленное значение баланса грунта слишком низкое. При этом необходимо увеличить баланс грунта, используя кнопку вверх, пока звук не исчезнет или не станет очень слабым. Если сигнал исчезает не полностью, вы можете выполнить точную подстройку с с помощью кнопки плюс. С другой стороны, если звук усиливается по мере опускания катушки, это означает, что установлено слишком высокое значение баланса грунта. Иными словами, при положительном эффекте от грунта необходимо уменьшить значение баланса с помощью кнопки вниз. Если сигнал исчезает не полностью, выполните точную подстройку с помощью кнопки минус. Отслеживание грунта. Для получения лучших результатов в режиме основного поиска, мы рекомендуем использовать функцию отслеживания грунта или трекинг. При использовании функции трекинга, вам не требуется выполнять никаких дополнительных настроек. Для активации функции просто установите соответствующий выключатель в положение «включено». Теперь при движении поисковой катушки металлоискатель будет постоянно подстраивать баланс грунта. Когда режим трекинга активен, металлоискатель может подавать громкие звуковые сигналы при изменении грунтовых условий, например, при обнаружении горячих камней. В этом случае несколько раз проведите поисковую катушку над местом, где услышали такой сигнал. После этого сигнал должен исчезнуть. Однако при обнаружении металлов звуковой сигнал не меняется и не затихает.